Всем привет, на связи Николай Квелс, аналитик по дизайну человека. И в этом видео мы обсуждаем самое ценное, самое важное, да, именно воспитание детей. Подходы к их воспитанию, ведь не зря основатель дизайна Рау Руху говорил, что дизайн человека в первую очередь пришел для наших детей. Давайте разбираться, давайте выстраивать ту самую механику взаимодействия и коммуникаций с нашими дорогими любимыми детишками, для того, чтобы не помешать, для того, чтобы соблюдать тот самый принцип, не навреди, а дай дорогу всем сильным сторонам, внутренним суперсилам и талантам наших замечательных детей. В этом видео я не буду, конечно же, ставить задачу базовое и глубинное раскрытие сути энергетики каждого центра бодиграфа. На это есть специальный плейлист на моем канале, поэтому, пожалуйста, все те, кто чувствует себя не совсем уверенно в мат-части, в базовых моментах понимания энергетики бодиграфа, пересмотрите этот плейлист. Здесь, в этом видео, я буду говорить с вами как с практиками, как с людьми, которые уже теоретически достаточно подкованы, и практическое применение и понимание бодиграфа в вопросах заботы, опеки и воспитания детей готовы быть просто применены, готовы просто пойти в бой, пойти вперед, для того, чтобы наконец-таки наладить ту самую здоровую и нормальную чистоту любви и принятия в семье. Не смотрите, пожалуйста, это видео просто как какой-то фильм, как какую-то киноленту. Обязательно открывайте свои бодиграфы, открывайте бодиграфы своих детей, открывайте тетрадки, записывайте или как минимум заметки, ведь все, что мы записываем, входит в нас и становится нашей частью. Все, что мы печатаем, становится чем-то наблюдаемым и уходит из нашей жизни. В любом случае, максимальная отдача в этом видео будет в том, если в конце этого вы получите определенные тезисы на уровне коммуникаций и взаимодействий со своим ребенком. По два-три предложения напротив каждого центра. Я так внимательно и вкратчиво вам объясняю, как можно с максимальной отдачей использовать это видео, потому что это мой внутренний отклик, это моя внутренняя энергия и мой посыл помочь современным родителям в это непростое, по-настоящему информационно бушующее время раскрыть потенциал, талант своих детей, не надломить их морально и психологически и дать им тот самый зеленый свет, который им необходим, как воздух. Я и сам воспитатель, опекун и отец шести детей, о чем подробно рассказываю на своем канале в прямых эфирах в рубрике «Воспитание детей». Поэтому догадываюсь, о чем говорю, давайте потихонечку переходить к сути. Понимать бодиграф дизайна человека крайне важно. Именно на уровне энергетики центров мы можем очень глубоко прочувствовать себя, прочувствовать свою коммуникацию и взаимодействие с окружающими, близкими нам людьми и, конечно же, взаимодействие с нашими детьми, для того, чтобы понять, где по-настоящему проходит граница, которая разделяет нашу личность и наши претензии к жизни и уже свободы и специфику энергетики наших детей. Когда изучаешь дизайн человека для детей, бодиграф становится достаточно близким, понятным, теплым, доходчивым. Примеры максимально релевантны, ведь наш внутренний ребенок в той или иной мере до сих пор жив. Наверное, никто не будет спорить, что все мы в каком-то смысле родом из детства. Именно поэтому так полезно и ценно изучать раздел дизайна человека для детей, чтобы еще глубже понять, как все это работает, чтобы на конкретных примерах разобрать специфику взаимодействия и именно в этом видео выработать ту самую модель взаимодействия и коммуникации с теми бодиграфами детей, которые нас окружают и делают радостными и счастливыми. Ну что же, я думаю, что самое главное и ценное для входа в эту тему было озвучено. И теперь начнем. Самое первое – это, конечно же, мифы. Очень часто от родителей я слышу те самые возгласы, что неопределенный центр, центр белый, центр незакрашенный, центр с какими-то спящими или висящими воротами – это плохо. Это значит, нет там энергии. И это значит, мой ребенок в каком-то смысле неполноценный, как и все бодиграфы с неопределенными центрами. Это, конечно же, не так. В первую очередь это нужно буквально зарубить себе на носу, что открытый или неопределенный центр – это ничуть не хуже ситуация, чем определенный. Мы сейчас пойдем по всем девяти центрам, разберем бодиграф от корневого центра до теменного, и на конкретных и реальных примерах мы увидим, что везде есть свои плюсы и минусы, и неопределенный центр, несмотря на то, что есть эта частичка «не», говорит нам об огромном потенциале мудрости, об огромных возможностях, о спектре развития, который не ограничен никакой частотой, что как раз свойственно для определенного, фиксированного в своей энергетике, в своей частоте центра бодиграфа. И теперь давайте подбираться к той самой сути этого видео – разбора энергетики наших детей, двигаясь центр за центром, разбирая специфику и примеры определенного и неопределенного случая взаимодействия с родителями и вообще самореализации ребенка в семье. Итак, первое. Поехали. Начнем снизу. Центр. Давление. Корневой центр. Как я и говорил, всю специфику и базовую часть я не буду рассказывать про корневой центр, но дети, рожденные с определенным корневым центром – это, безусловно, дети давления. Это дети, которые умеют двигаться в то, что им важно, ценно, нужно, не боятся идти на стресс. Это дети, которые пришли сюда продавливать. Особенно ситуация может быть в каком-то смысле критическая, если в семью приходит ребенок с определенным корневым центром, а родители имеют неопределенную, нефиксированную корневую энергию, которой то мало, то много, то она есть, то ее толком нет. Сразу же такие родители будут чувствовать большое давление со стороны ребенка, и здесь очень важно говорить о границах. Здесь очень важно отстраивать те самые роли, которые, как минимум, до 18 лет, важно будет соблюдать, естественно, опираясь на свою стратегию авторитет родителей и, конечно же, ту самую специфику линий профиля и ролевых моделей, которая под этим подразумевается. Однажды уступив ребенку с определенным корневым центром, уже назад дороги может и не быть. Поэтому будьте очень аккуратны, учите своего ребенка двигаться к своему, уметь продавливать, уметь жить в состоянии определенного здорового уровня стресса. Показывайте ему, что стресс бывает вредный, а бывает полезный. Помещайте его в ту самую среду окружения, где нужно сконцентрироваться, где слова дисциплины — это не пустые звуки, где есть такое слово «надо», и ребенок по-настоящему становится лучше. Самое главное, конечно же, держать этот баланс и не делать ребенка заложником и постоянным потребителем корневой энергии, позволяя ему исследовать весь спектр своего бодиграфа и своей энергетики. В качестве примера могу привести свою собственную семью. У меня дочка — генератор с каналом 360, то есть определенным сакральным и тем самым корневым центром. Родители и мама моей жены, обладая неопределенным корневым центром, сразу же отметили, что девочка достаточно сильная. Девочка умеет двигаться к тому, что ей нужно, и то самое давление, которое она может оказывать, буквально с первых месяцев ими очень хорошо почувствовалось. Я, как обладатель определенного корневого центра, чувствую эту ситуацию гораздо спокойнее. Я понимаю, что где-то я могу сыграть, где-то я могу поддаться, где-то могу действительно оказать встречное, достойное и адекватное сопротивление корневого центра. В каком-то смысле с детьми с определенным корневым центром достаточно легко. Партия сказала «надо», значит «надо». Самое главное, как я уже это и говорил, не педалировать эту тему постоянно. Да, это удобно, когда слова дисциплины для ребенка не являются пустым звуком, но стратегию и авторитет, конечно же, никто не отменял. И совершенно обратная история, когда у ребенка неопределенный корневой центр. Вот здесь ребенка самое главное не перенагружать. Не перенагружать теми самыми словами дисциплины. Не надо ему говорить «есть такое слово надо», «нет такого слова хочу», «все эти архаизмы, пожалуйста, давайте оставим в светлом прошлом». Если у ребенка неопределенный корневой центр, значит ему корректно опираться на что-то другое и апеллировать к его дисциплинированности, к его умению продавить, прожать, пойти на стресс и давление, совершенно некорректно и будет буквально выжигать и разрушать его тело. Ребенку с неопределенным корневым центром очень важно дать понять, что все стабильно, все хорошо, все надежно. Стресс как мнимая, выдуманная, потенциальная угроза человеку должны быть максимально нивелированы. Должно быть полное отсутствие каких-то ненадежностей как в физическом, так в психологическом плане. Так, например, ребенок с неопределенным корневым центром будет действительно плохо спать, отдыхать, иметь тревожные сны даже просто потому, что у него ненадежная дверь. Потому что он знает, что дверь входную, например, можно взломать или открыть. Может быть, папа какую-то неаккуратную фразу бросил. Может быть, мама как-то пошутила, что они с папой на грани развода. Любая нестабильность, любое какое-то недопонимание и какая-то ненадежность будет большим ударом по стрессовой, адреналиновой энергии ребенка. Ну и как следствие системе органов. Не допускайте этого, пожалуйста. Детишки с неопределенным корневым центром пришли сюда опираться действительно на другую энергию. Ну а взаимодействовать со стрессом, уметь расслабляться, уметь проживать эти стрессы и двигаться по жизни дальше, это как раз задача ребенка при помощи родителей. Пожалуйста, уделяйте этому большое внимание, разговаривайте о том, что давит, что тревожит, потому что выпущенные стрессы это большая победа для вас как родителей и очень значимый шаг и вклад в развитие самого ребенка. И, конечно же, лайфхак. Неопределенный корневой центр должен все делать заранее. Заранее, чтобы не было последнего момента, чтобы не было этой спешки, этой суматохи, этой суеты. Это будет по-настоящему разрушительно. Поэтому, как родителю ребенка с неопределенным корневым центром, вам важно привить вашим ребенке умение делать все заблаговременно и уметь планировать свое время для того, чтобы не попадать в ситуации цейкноут. Теперь поговорим про селезеночный центр, центр страха, центр инстинктов, центр выживания, центр интуиции. Между прочим, вот этот центр, он уже может быть авторитетным для ребенка. В любом случае, как бы то ни было, если центр определен, это значит, что ребенок имеет возможность быть спонтанным. Имеет возможность опираться на свою внутреннюю чуйку, на вот это вот gut feelings, внутреннее ощущение чутье нутром в моменте и менять свое направление. Именно в этом смысле как раз ребенок может рассчитывать опираться на свою спонтанность и для него это корректно. Как родителям, нам очень важно детям с определенным селезеночным центром обращать их внимание на сигналы тела, на внутренние ощущения, на ту самую интуицию, чуйку, инстинкты. Делать сейчас или не делать? Полезно это сейчас или вредно? Выходить ли вообще сейчас из дома? Или лучше с этим повременить? Это развитие с малых лет как раз даст детям большую гибкость, большое понимание и уверенность, что далеко не все можно понимать головой. Ну а вы как родители, естественно, убережете их от очень многих ненужных опытов, опытов с физическим телом, здоровьем и различным травматизмом. Точно так же, как с корневым центром, с определенным селезеночным центром важно работать со страхами. Страхи определенного селезеночного центра тоже могут по-разному проявляться и бить по иммунной системе ребенка. Очень важно, чтобы в доме царило ощущение изобилия, ощущение того, что все нормально, все хватает. Причем это уже не про стресс, который потенциален и может быть вымышлен. Это страх конкретный, это набитый холодильник. Это не стоит никогда говорить при ребенке, что нет денег, на что-то там не хватает. Это все может ударить по его страхам, это все может достаточно серьезно заморозить его развитие и телесность. Если у вас ребенок с неопределенным селезеночным центром, то вообще все вышесказанное про страхи, нестабильность и угрозы актуально вдвойне. Ребенок с неопределенным селезеночным центром толком не знает, чего бояться. Он может очень сильно всего избегать. Бояться бактерий, бояться войны, бояться смерти, бояться того, что он просто останется один. Кстати, последнее, это тоже признак ребенка с неопределенным селезеночным центром. Так называемый синдром ребенка-прилипалы, который просто чувствует себя в безопасности только с родителем с определенным селезеночным центром. Он чувствует себя лучше, он чувствует себя спокойней, он чувствует себя гораздо более ресурсно, потому что он чувствует себя защищенным определенной селезенкой одного из родителей. Таких детей достаточно сложно в подростковом или уже взрослеющем возрасте буквально выгнать из дома, сепарировать их от себя, потому что им будет страшно оставаться наедине. Детей с неопределенной селезенкой как раз к этому стоит готовить заранее. Готовить, как говорится, морально, учить их опираться на свое внутреннее ощущение стабильности или безопасности, ну и, конечно же, взаимодействовать со своим авторитетным центром бодиграфа. О чем я подробно рассказываю в одном из видео про воспитание детей на канале. Детям с неопределенной селезеночным центром, например, очень важно и долго ложиться не одному. Им может быть действительно страшно. Это не их прихоть, это не какая-то психическая блажь или непонятная ситуация. Детям с неопределенной селезенкой может быть страшно, потому что они подхватывают страхи, между прочим, в том числе и вас, дорогие родители. В классическом обучении дизайна человека есть пример, где ребенок, испытывая суицидные мысли, попал на прием к психологу и ситуация была раскручена на то, что в реальности суицидные мысли были у мамы, и эти страхи ухода из жизни транслировались на неопределенную селезенку ребенка. Разумеется, детей с неопределенной селезенкой важно учить системности, системному подходу к заботе о здоровье. Спонтанность может быть для них достаточно губительна и в подростковом возрасте приводить действительно к плачевным ситуациям. Система, забота о здоровье, выстраивание кирпичик за кирпичиком, систему своего хорошего самочувствия и тонуса в жизни, это будет важный вклад вас, как родителей, в воспитание своих детей. Теперь поговорим про сакральный центр, который является вторым по силе авторитетом в бодиграфе дизайна человека. Сакральный центр, если он определен, то мы, конечно же, сразу же говорим о детишках-генераторах, тех самых классических детях, которые бегают, которые радостные, которые энергичные, которые, самое главное, думают о том, что же они будут делать и очень часто беспокоят с этим вопросом своих родителей. Наша задача, как родители, при взаимодействии с генераторами, безусловно, апеллировать не к их мозгам, не к их замечательному уму, не к их голове или аджиноцентру, а именно к сакральной энергии. Энергии в животике. Буквально так я и рекомендую взаимодействовать с генераторами. А что хочет сейчас твой животик? А что животик об этом думает? А животик радуется или печалится? Детишкам очень близок этот разговор, если они обладают определенным сакральным центром. Попробуйте поговорить на таком языке со своими детьми, и вы вернете их в опору на свой авторитетный центр. На центр, который будет вести их к счастью, к удовлетворению в жизни и наполненности радостными переживаниями. Разумеется, с детьми с определенным сакральным центром важно общаться простыми прямыми вопросами. Не ты хочешь курочку или рыбу, а ты хочешь курицу, ты хочешь рыбу, ты хочешь пойти со мной в ресторан, ты хочешь пойти сегодня к бабушке, ты хочешь пойти сегодня на футбол. Постоянная апелляция к той самой энергии животика, к тому самому сакральному центру, будет действительно взращивать здорового, опирающегося на свою внутреннюю правду, генератора. Генератора или человека, которого невозможно поработить, который будет всегда знать свою собственную внутреннюю правду, то, что хочет его тело. Довольно нередко дети дают двойной ответ. Например, вы спрашиваете, ты хочешь пойти погулять с Машей? И вы можете получать несоответствие телесных и вербальных сигналов. Например, ребенок может кивать и говорить, что да, у него может быть явный отклик, но он может думать, что это социально неодобряемо. Может быть, мама запретила гулять и общаться, может быть, учительница говорила, что с этой девочкой не стоит водиться, или что-то из этой серии. Наблюдайте за этим несоответствием. Тело всегда честно, оно всегда корректно, оно всегда подскажет, что же по-настоящему для него сейчас важно, нужно и принесет удовлетворение. Ну а вот если у ребенка неопределенный сакральный центр, это говорит нам о том, что у него есть проблемы с остановкой. Внутренний стоп-сигнал, красная лампочка, хватит, достаточно. Мы говорим о проекторах, манифесторах и рефлекторах. Сакральное обуславливание для таких детей является достаточно серьезной проблемой. Дети с неопределенным сакральным центром, особенно если в семье есть генераторы, постоянно сакрально обусловлены, и это очень важно понимать. Давайте им место, давайте им время, давайте им пространство, буквально выгоняйте их время от времени, особенно в подростковом и более осознанном возрасте, туда, где они могут побыть наедине с собой, туда, где они могут быть вне сакрального опьянения, сакрального обуславливания и вот этой вот гиперболизации внутренней, самой мощной энергии жизни и жизнепроявления. Разумеется, детям с неопределенным сакральным центром очень важно учиться отдыхать. Отдыхать для несакральных типов – это искусство, которому нужно учиться с детства. Ложиться спать, пока еще есть силы. Ложиться спать и отходить ко сну заблаговременно, постепенно замедляясь, останавливаясь. Разумеется, никаких гаджетов перед сном за час-полтора быть не может. Детям с неопределенным сакральным центром отдыхать важно с силами, то есть идти в постель для того, чтобы были силы уснуть. Именно в этом случае отдых и восстановление будут полноценными и полезными для здоровья. Если вы научите ребенка с неопределенным сакральным центром вот этой вот чуйки внутренней лампочки «стоп», хватит, остановись достаточно, выйди из процесса, просто отложи хотя бы на время то, чем ты сейчас занят, не дожимая всю эту историю до последнего, вы сделаете очень важное и значимое для своего ребенка с точки зрения обращения с сакральной энергией и взаимодействия с генераторами. Эмоциональные дети – это дети, которые очень внутренне энергетически сильные. Они заряжены, они умеют посылать эту самую эмоциональную энергию, они умеют ее подавать, они умеют ее вкусно раскрывать и, конечно же, влиять и давить через нее. Не стоит забывать, что эмоциональный центр или центр солнечного сплетения – это самый мощный и сильный мотор в бодиграфе дизайна человека. Это самый первый авторитетный центр, и если он определяется, то эмоциональная стратегия принятия решений и механика движения по жизни для человека является приоритетной. Эмоциональные волны начинают действовать буквально с момента формирования эмоционального центра в утробе мамы. Так, например, мама, беременная и обладающая неопределенным эмоциональным центром, может попасть на эмоциональные волны своего ребенка внутри живота еще задолго до рождения. Это процесс, который очень часто можно наблюдать, когда мама становится совершенно эмоционально нестабильна, ее амплитуда эмоциональности просто зашкаливает, чего до беременности никогда не было. Ну и, разумеется, после рождения такой ребенок может задавать в семье темп. Если в семье у всех определенный эмоциональный центр, что вполне вероятно, тогда у каждого своя волна, и важно просто ребенку объяснять, что первично эмоциональная волна, что не почему-то и не от чего-то у тебя такое сейчас настроение, хорошее или очень плохое, а именно тому, что просто это происходит время от времени, и очень важно это принимать. Современная парадигма мира говорит нам о том, что эмоции низа волны — это плохо, это то, от чего надо уходить, это то, от чего надо избегать. Да, естественно, пребывать постоянно в ментальном подавленном депрессивном состоянии — это тоже нездоровая история. Здоровая история для ребенка с определенным эмоциональным центром проживать всю полноту жизни, от взлета верха радости и счастья эмоциональной волны до низа меланхолии, паузы и умения собирать те самые инсайты, ту самую глубину и подноготную жизни, которая и несет, и дарит, и может передавать, и транслировать ребенку низ его эмоциональной волны. Разумеется, если у ребенка определенный эмоциональный центр, а у родителей нет, то здесь есть большой риск эмоционального манипулирования. Попробуйте отказать девочке с определенным эмоциональным центром, которая топает ножкой, кричит, плачет, истерит, и добивается своего, если у вас неопределенный эмоциональный центр. Тут, как говорится, далеко не каждый выдержит, и очень часто семьи буквально сваливаются в эту яму эмоциональной зависимости, эмоционального манипулирования со стороны ребенка, безусловно, неосознанного, безусловно, которое просто произошло на энергетическом уровне, и именно изучение дизайна, понимание специфики своего бодиграфа и бодиграфа своего ребенка позволит вам снова вернуться на здоровую чистоту, восстановить ту самую здоровую границу в родительско-детских отношениях, проговорить это все, вывести на осознанный уровень и, конечно же, призвать своего ребенка осознанно, насколько это возможно в его возрасте, проживать и понимать, что с ним сейчас происходит, проговаривая свои эмоции по несколько раз за день. Ну а вот если у нашего ребенка неопределенный эмоциональный центр или центр солнечного сплетения, ситуация может измениться напрямую противоположную. Родители могут стать теми самыми манипуляторами, манипуляторами, ты же не хочешь, чтобы бабушка расстроилась, ты же не хочешь, чтобы мама была грустная, и так далее, и тому подобное. Дети с неопределенным эмоциональным центром, это дети, конечно же, эмоционально зависимые, хотя это осознать им будет очень и очень трудно. Это люди яркие, это дети, которые постоянно эмоционируют, звучат, они первые в театральных кружках, они рвутся на сцену и так далее, но на самом деле в их глубине есть эмоциональная зависимость. Самое главное и ценное, что мы как родители можем сделать для своих неопределенно эмоциональных детей, это, конечно же, направлять их в сторону развития эмпатии. Именно развитие эмпатии, именно эмпатичный подход к жизни будет для детей очень важным. Чувствовать эмоции. А что почувствовал человек? А что я сейчас чувствую? Что чувствует он? Это, во-первых, будет в тренд со временем, с эволюцией, где развивается эмоциональный интеллект, развивается эмоциональная осознанность. Ну, а во-вторых, конечно же, дети будут эмоционально свободны. Ведь стать жертвой эмоциональной манипуляции для них будет рискованно, как в своей собственной семье с родителями папой и мамой, так и в будущих отношениях, найдя, например, эмоционально определенного супруга, который будет эмоционально манипулировать и модулировать поведение вашего ребенка с неопределенным эмоциональным центром. Самое ценное и важное, что стоит донести до ребенка с неопределенным эмоциональным центром, это то, что конфликт – это нормально. Важно не стремиться его огораживать от конфликтов, не стремиться делать, чтобы все у него было, все хорошо, все ровно, все спокойно, при нем все улыбаются дома, все милые и хорошие, а там все, как говорится, на волоске и на грани развода. Ребенку с неопределенным эмоциональным центром нужно потихоньку, экологично, шаг за шагом, но показывать ценность конфликта, чтобы он, конечно же, не оставался в своем ложном проживании, избегания любого столкновения. Избегания нарушения любых межличностных границ, любых межличностных конфликтов. Чтобы этой ситуации не произошло, чтобы ребенок вырос и не боялся идти на конфликт, отстаивать свои чувства, эмоции, себя до определенной той самой экологичной границы уровня я высказывания, очень важно это с детства закладывать, показывать, что конфликт – это важная часть жизни, где обе стороны имеют потенциал стать лучше и эффективнее. Если у вашего ребенка определенный эго-центр, это значит, что центр воли у него фиксирован, стабилен ему корректно опираться на силу воли, на силу, которая ведет к трансформации реальности, к преобразованию, преображению всего вокруг, так, чтобы было по-моему. Разумеется, ситуация будет достаточно гипертрофированная, если у ребенка определенный эго-центр, что редкость – 30% населения, а у родителей с вероятностью 70% будут эго-центры открыты. Тут ребенок может, опять же, начать давить волей, может навязывать свои желания и начать вращать вокруг своего пальца всю семью. Здесь очень важна мудрость родителей, понимание того, что происходит, и вскрытие позиций, осознанное проговаривание той ситуации, в которую попала семья и нормализация, стабилизация, выравнивание снова детско-родительских отношений. Если у ребенка определенный эго-центр, введите его в соревнования, показывайте ему, что такое воля, как можно ее использовать в достижении своих собственных сил. Мой собственный отец очень любил фразу. С помощью силы можно сделать гораздо меньше, чем с помощью силы воли. И эта поговорка, как нельзя лучше и корректнее, будет раскрывать суть своей внутренней энергии и опоры для детей с определенным эго-центром, а может быть, даже с эго-авторитетом. Родителям же с неопределенным эго-центром терпение и опоры на стратегию авторитет. Именно эта внутренняя корректность в понимании, что для меня сейчас корректно, и что я сейчас ощущаю и чувствую важно и ценно сделать в отношении своего ребенка, будет выводить вас на корректную чистоту. Ведь ложное я неопределенного эго-центра это самое сильное ложное я во всем бодиграфе. Кстати, о неопределенном эго-центре. Ребенок с неопределенным эго-центром с вероятностью 70% приходит в этот мир. И он постоянно пытается себя оценить. Поместить на этой бесконечной шкале от нуля до бесконечности что-нибудь, как-нибудь, где моя ценность, где я хорош, где я на первом месте, где я не на первом месте. Постоянный слив энергии по поводу сравнения себя. Очень важно своему ребенку с неопределенным эго-центром доносить умение не сравнивать себя с другими. Умение понимать, что он прекрасен и уникален, точно так же, как прекрасен и уникален рядом с ним Вася, Петя, Маша, Даша и так далее и тому подобное. Именно дети с неопределенным эго-центром постоянно склонны к драмам, взлетам и падениям, постоянной переоценке себя. То я гений, то я ничтожество. То я просто бог, то я никто и зовут меня никак. И эта постоянная драма должна быть осознаваемая. С помощью кого? С помощью, конечно же, нас, дорогие родители. Показывайте это ребенку. Ведите его в свою уникальность, чтобы он опирался на то, что у него в первую очередь стабильно, чувствуя там ресурс, там поддержку и там собственную ценность, а не ценность из постоянного сравнения себя с другими, особенно в подростковом возрасте. Ну и, конечно же, откуда будет здоровая самооценка? Конечно же, от нас с вами. Если у родителя самооценка нездоровая, откуда она будет здоровая у ребенка? И наоборот. Начните с себя. Покажите на своем примере, как вы себя цените. Даже если у вас неопределенный эгоцентр, как вы себя принимаете. И, конечно же, ребенку гораздо будет легче на этом примере понять и принять самого себя. Ну и две важные рекомендации для детей с неопределенным эгоцентром. Во-первых, не тащите их никуда соревноваться. Ни косвенно, ни прямо. Никогда не сравнивайте их ни с кем и никогда не ведите их в чемпионаты, состязания, там, где надо стать чемпионом. Это будет ранить и травмировать. И никогда не берите слово с ребенка с неопределенным эгоцентром. Более того, доносите до него, что давать слово, зарекаться, спорить. Это не его история. Это история кого угодно. Это детей с определенным эгоцентром. Пусть они так развивают свою силу воли. Дают слово, декомпозируют цель, идут к своему результату. Дети с неопределенным эгоцентром — это совершенно другие дети, которые опираются на себя, на свою внутреннюю красоту. И через самореализацию все нужные ресурсы этого мира к ним в этом случае подтягиваются. Как говорил Рау Руху, если у человека определенный G-центр, не надо ему ничего об этом рассказывать. Детям тоже сильно акцентироваться на определенном G-центре смысла нет. Самое главное — возвращайте их на свой путь, на ощущение того, живу я свою жизнь или я не живу свою жизнь. Все ли у меня стабильно с моим собственным, глобальным смысле этого слова, направлением. Внутренний фокус на ощущения в теле, внутренняя правда и опора на свои собственные внутренние чувства будут развивать ребенка, будут ему помогать вырасти в ту самую сильную, мощную, со стержнем и четкой самоидентификацией личностью, которая и будет вам дальше благодарна за такое воспитание. Разумеется, тут не все так просто с неопределенным G-центром. Вот неопределенный G-центр — это, конечно же, история и работа. Самое первое, что важно всегда для неопределенного G-центра — это место. Где мое место? Когда неопределенный G-центр находится в своем месте, на своей фрактальной линии, на своей территории, его окружают его люди, в его голову приходят его идеи, он начинает корректно действовать и поступать. На уровне ребенка спрашивайте его, как тебе было в этом месте. Тебе понравилось идти к Пете вот туда-то на день рождения? Ты хочешь еще раз туда прийти? А как тебе было, когда мы были там-то в отпуске и так далее, и так далее? Развивайте в ребенке вот это вот ощущение своего места. Своей ли я тарелки? Иными детскими словами. Доносите эту мысль, чтобы у него постоянный был чекап. Чекап — я на своем месте или нет? На своем месте или нет? Мне нужно двигаться и перемещаться, искать свое место или нет? Потому что жизненная мудрость гласит, с тобой все нормально. Очень часто ты просто не в том месте. И, конечно же, позвольте своему ребенку с неопределенным G-центром быть разным. Позвольте ему и научите его не сравнивать себя с другими. То, что Вася, Петя и Маша уже знают, кем они хотят стать, они молодцы. Это не значит, что с тобой что-то не так, если ты до сих пор не знаешь. Тебе нормально быть любым, тебе нормально пробовать разные виды работ. И это твое благословение, а не проклятие жизни. Ты проживешь множество жизней, узнаешь множество видов любви. И это все ждет тебя впереди. Тебя ждет большая, интересная, разнообразная жизнь. Самое главное — не сравнивать свою идентичность с чьей-либо другой. Горловой центр — центр эндокринной системы, щитовидной железы, горло, голосовые связки. Это большой речевой аппарат. Аппарат не зря горловой центр называют площадью бодиграф. Если у вашего ребенка с определенным горловым центром каналы выходят с аджины, то это мыслитель. Это человек, который будет много говорить, который будет много выражать. И этого ребенка ценно и важно научить записывать свои мысли, потому что действительно они могут быть полезны далеко не только для него одного. Если на определенное горло выходит эмоциональный центр, то, конечно же, это экспрессия. Это артистичные люди, это громкие люди, это ораторы. Им важно выгружать свои эмоции через горло для того, чтобы они не превращались во что-то другое, для того, чтобы они не разрушали тело и здоровье, для того, чтобы была здоровая возможность выражать свои эмоции экологично, полезно и корректно. Если ваш ребенок много злится, много кричит, так же точно, как и при выходе с сакрала на горло, просто дайте ему возможность выражать эти эмоции где-то корректно и нормально. Отведите его на курсы актерского мастерства. Пусть поет, пусть читает стихи, пусть выступает, пусть выражает свою харизму и свои эмоции. И, разумеется, тогда дома он будет совершенно другим, гораздо более удовлетворенным и спокойным человеком. Если на горло выходит G-центр, то это выражение своей идентичности. Научите ребенка по-настоящему делать самопрезентацию. Не из ума самопрезентацию, а внутренней сути, внутренней глубины. В таком случае ребенок будет уметь захватить по-настоящему внимание аудитории и доносить то, что он сейчас хочет. Ну, а неопределенный горловой центр это подвижность, это какая-то нестабильность горловой энергии, энергии самовыражения. Такие дети прекрасные пародисты, прекрасные лингвисты, сразу же схватывают акценты, различные диалекты. Это огромная возможность и мудрость проживать большой-большой диапазон самовыражения. Самое главное понять, что если у вас в семье ребенок с неопределенным горлом находится в окружении других определенных, то это нагрузка на его щитовидную железу. Это ее гипофункция или гиперфункция. Поэтому корректное проживание неопределенного горлового центра крайне важно. Доносите до него, что молчание золото, что открывать рот надо со знанием дела. Делать это, конечно же, говоря по-взрослому, по стратегии авторитету. Подсказывайте ему, как выражаться по стратегии авторитету, посмотрев видео на канале про авторитеты и генетические типы дизайна детей. Если вы сможете уберечь его от этой перегрузки горла, от этого удара по его эндокринной системе по щитовидной железе, вы сделаете очень большой вклад в его развитие и корректность самовыражения в жизни. Никто не будет его чморить, никто не будет затыкать ему рот, никто не будет его забивать, он будет выражаться четко, красиво и вовремя. Ну и теперь голова. Начнем с аджины. Если аджина определена, то у ребенка должны быть свои мнения, свои взгляды, свой способ самовыражения мысли. Это очень ценно, потому что в жизни все бывает наоборот. Не определенная аджина с пеной у рта доказывает свое мнение, а определенная аджина сидит и помалкивает. Чтобы этой ситуации не было, очень важно разговаривать со своим ребенком, слушать его мнение, акцентировать, задавать уточняющие вопросы. Правильно ли я тебя поняла, что? Правильно ли я тебя понял, что ты имеешь в виду то-то и то-то и твое мнение состоит в том, что? Важно донести то, что отстаивание своего мнения, разумеется, экологично, до своих границ и пределов, это тоже очень важная деталь корректности проживания бодиграфа в части определенной аджины. Особенно детям с каналом 43-23, каналом структурирования, акустическим каналом, если им не нравится то, что к ним приходит через их уши, не нравится голос, не нравится тембр, не нравится манера подачи, они не могут слушать учителя, они не смогут нормально обучаться, они не смогут вообще воспринимать оратора и что им сейчас говорят. Если такая ситуация, к сожалению, складывается в доме, то это возможны буквально потери слуха, воспаления среднего уха 43-х ворот или гексограмма. У меня есть знакомая, она буквально жила у лора с каналом структурирования в инкарнационном кресте, пока не покинула отчий дом, так сложно ей было слушать и воспринимать то, что и как говорит один из ее родителей. Ну а если мы говорим про неопределенную аджину, то, конечно же, здесь важна гибкость. Здесь важно донести, что гибкость, мышление это твое все. Никогда не занимай, дорогой ребенок, с неопределенной аджиной стопроцентной позицией. Все течет, все меняется, завтра будут новые вводные и вот эта вот ментальная гибкость должна развиваться в ребенке. Тогда, когда ребенок с неопределенной аджиной с пеной у рта доказывает свою позицию, пытается зафиксироваться за какую-то концепцию, разумеется, все это сизифов труд. Это совершенно бесполезно и это важно доносить до ребенка, ведь завтра он может пережить глубокое разочарование. А так соломка будет подстелена и понимание того, что вчера мама или папа говорили о том, что мнение это далеко не то, на что мне корректно опираться, как раз коммуникативность, как раз умение понимать людей, как раз умение обучать людей, доносить до них информацию на их языке, вот моя суперсила, вот это понимание будет укреплять человека и ребенка с неопределенным аджином-центром. И конечно же для ребенка с неопределенным аджином-центром очень важно уметь работать с негативом, уметь взаимодействовать с тем, что несет какую-то тревогу, какие-то злые мысли, какие-то различные стрессы и страхи. Если ребенок с неопределенной аджиной это получает в свою голову, то это очень долго может в его голове прокручиваться, не позволяете этому происходить. Таким образом, самое ценное и важное это, конечно же, научить ребенка с неопределенным аджином-центром не отстаивать свою правоту, уметь понимать всю подоплеку, всю подноготную и переводить с русского на русский между двумя собеседниками, которые никак не могут договориться. Если у вашего ребенка определенный теменной центр, то это, конечно же, мыслитель с большой буквы. Именно мыслительный, навязчивый, достаточно плотный и интенсивный процесс характерен для детей с определенным теменным центром. Есть фиксация, есть на чем-то фокус, фокус либо на прошлом, либо на будущем, либо на прямых инсайтах, которые могут давить в режиме импульса и буквально захватывать огромное количество внимания и энергии. Самое главное донести это до ребенка и научить его экологично выпускать это ментальное давление, делать логические заключения и различные формулировки, не забывая поделиться этим с коллективом, если у ребенка канал 63-4, поделиться смыслами или опытами, выводами, которые он нашел, если у него канал 64-47, поделиться инсайтами, которые приходят по стратегии авторитет вовремя и к месту, если канал 61-24, канал голосов в голове, это тоже важно учитывать, если этот редкий канал есть у вашего ребенка, объясните ему, что это нормально в его случае, и с ними по-настоящему можно взаимодействовать, договариваться и извлекать из этого пользу. Если к определенному теменному центру добавляется канал 22-12, канал открытости, то возможно заикание. Если ребенок заика, это говорит о том, что его мыслительные процессы значительно опережают возможности речевого аппарата. Слишком быстро работает мысль. В таком случае важно сделать фокус на релаксации, на успокоении, на проговаривании слов шепотом в спокойном медленном режиме для того, чтобы дать себе время, выражать свою мысль равномерно и прямолинейно. Важно приучить своего ребенка с определенным теменным центром ценить инсайты, ценить те мысли, выводы, логические умозаключения, формулы, которые пришли ему в голову. Фиксировать их, записывать их и обязательно делиться с окружением, ведь это ценный вклад, который и пришел сюда делать теменной центр, получая от этого разумеется поддержку, уважение и продвижение в обществе. Ну и дети с неопределенным теменным центром как всегда открыты для всего. Это максимально открытые к информации люди. Это дети, в голове которых может буквально задерживаться любая информация. Как там дела на Марсе, есть ли мировое правительство, что там сейчас происходит на дне моей речки и сколько рисинок в тарелке. Что, кстати, однажды спросил меня мой сын с неопределенным теменным центром. Тут очень важно донести до ребенка на уровень осознанности, что думать о чем-то очень абстрактном с одной стороны это его свойства, с другой стороны это возможная точка утечки энергии, потери энергии, сливы ее не туда. Самый главный отрезвляющий вопрос в этом случае, который, конечно же, и рекомендован вашему ребенку с неопределенным теменным центром, как это меня сейчас касается. юности и увлечения различными теориями и концепциями, я сам, как обладатель неопределенного теменного центра, очень озаботился в определенный момент, тем, существует ли мировое правительство, тайна за горой, конспирология, все закончилось простым вопросом. Я сейчас могу на это как-то повлиять? И, дав отрицательный ответ на этот вопрос, эта фиксация моего ума исчезла, улетучилась, и я смог двигаться дальше. Хотя, на тот момент были определенные затруднения. В общем и целом, важно донести ребенку, что ментальный процесс нужно уважать и нужно уметь наблюдать его со стороны. Именно наблюдение ментального процесса со стороны с осознанностью и пониманием своего и не своего, своей механики взаимодействия с ментальной энергией и потоком мыслей или не своим, даст то самое продвижение и осознанность ребенку понимания, куда вкладывать своей силой внимание и энергию, а куда нет. Ну что же, вот, пожалуй, самое ценное, что важно прописать и проговорить с точки зрения бодиграфа наших детей. Я надеюсь, у вас появились тезисы напротив каждого энергетического центра, у вас появились определенные тезисы и рекомендации по результатам просмотра этого видео к самому или самой себе, и дизайн человека, возможно, стал вам гораздо ближе, ведь и наш внутренний ребенок тоже никуда сам по себе не исчез. Он точно так же хочет быть услышанным, он точно так же хочет быть понятым, и простой детский язык понятен и приятен как нашим детям, так и нашему внутреннему ребенку, с которым, как говорится, еще наверняка работать и работать. я прошу обязательно поделиться в комментариях своими инсайтами, своими дополнениями, своими наблюдениями для того, чтобы это видео было максимально ценно и полезно. Ну и всех родителей я традиционно в детском курсе приглашаю на консультации по максимально льготной цене, которая будет всегда сохраняться, ведь дизайн человека это что-то, что пришло для наших детей, и наша ответственность дать им то самое лучшее, ту самую дорогу и зеленый свет для самореализации и развития своих внутренних талантов и суперсил. Это был Николай Эквалс, это был обзор энергетических центров бодиграфа в дизайне человека для детей. Пока-пока.